Форум малого и среднего бизнеса в Омске уникальная площадка. Предприниматели, приехавшие для участия в работе, имели редкую возможность не только продвинуть свой бизнес на рынке, но помимо этого имели шанс получить и финансовую помощь, и юридическую поддержку. Спонсоры мероприятия организовали своеобразный ликбез для деловых людей. Ведь не секрет, что наличие хороших законов нивелируется их незнанием. Этот пробел и стремятся ликвидировать организаторы мероприятия. Ну, во-первых, это продвижение, это возможность бизнесменам рассказать о себе, поделиться впечатлениями, узнать, что там нового-нового. И самое главное, что здесь сдаются шансы и объясняется им, как можно открывать свой бизнес, как можно финансироваться, потому что вы сами слышали, большое количество новых классных государственных программ, которые сейчас доступны для малого бизнеса, но малый бизнес об этом не знает. И вот эта открытая площадка, которая абсолютно бесплатная, каждый может прийти и не только послушать или там погордиться за наш, там, Омск или за Россию, но и получить конкретные советы, конкретную помощь. К слову, в последнее время поддержку все активнее малому и среднему бизнесу оказывают муниципалитеты. Об этом также шел разговор на форуме. Бизнесмены, владеющие небольшим делом, работают на благо территории, платя налоги в казну городов и областей, где расположены их предприятия. Общеизвестный факт – двигатель экономики страны – это малый и средний бизнес. Как малое и среднее предпринимательство начинается с низов, так и с низов должна власть это все поддерживать. Федеральную поддержку мы с вами все видим и по телевидению, а что происходит в муниципальных образованиях, как правило, нигде не освещается. В данном случае мы увидели, и для меня действительно было открытием, что на муниципальных уровнях проводится такая масштабная работа. Ну а благодаря поддержке на нижних этажах власти люди получают возможность развивать свое дело и в новых отраслях экономики. Представители очередной номинации премии «Бизнес-успех» добились немалых результатов на площадке, которая еще совсем недавно попросту не существовала. Еще лет 20 назад моим толком пользоваться не умели, а сегодня жизни без него не представляем. Интернет прочно укоренился в нашем сознании, как и в сознании предпринимателей, которые посредством глобальной сети либо продают свой товар, либо предлагают различные услуги. Поэтому очень логично звучит название очередной номинации предпринимательской премии «Бизнес-успех» «Лучший интернет-проект». В схватке за приз в этой номинации сошлись Михаил Деревянко из Омска, представлявший торговую интернет-площадку. Шелми – это сервис в сфере информационных технологий, который поможет нам, с вами, конечному потребителю услуги, найти ее исполнителя. Игорь Носов из Барнаула, сумевший сделать возможным виртуальные путешествия по красивейшим местам родного города. Мы каждый день выбираем, выбираем в какую гостиницу заселиться, куда пойти вечером с друзьями в Омске. И с каждым хотя бы раз бывало, что ожидания и реальность, мягко говоря, не совпадают. И амичка Мария Боровикова, придумавшая, как с помощью интернета заставить людей покинуть городские квартиры, сменив их уют на радость приключений. Главная цель создания нашей компании стало отсутствие действующих туристических маршрутов на территории Омской области. Интернет-туры – это уже не новость, но именно амичи стали пионерами в соединении уникальных туристических маршрутов по родному краю с удобством их приобретения через интернет. На сайте компании можно самому продумать, как будет выглядеть отдых на природе и от виртуального перейти к реальному общению с природой. У нас уникальный сайт, несмотря на то, что он находится в постоянной доработке, но уже сейчас вы можете с помощью своих устройств через интернет купить у нас на сайте тот или иной понравившийся вам тур. Игорь Носов разработал уникальный путеводитель по Барнаулу, благодаря которому пользователь программы может заглянуть в любой уголок города. Впрочем, это не предел. Уже сейчас автор реализовал более 50 франшиз в шесть стран мира и успокаиваться не собирается, потому форум для него еще и площадка для завязывания новых партнерских отношений. Форум – это люди, это сообщники, объединенные общие цели у каждого проекта, люди интересные, люди чего-то достигли, у каждого из них можно чему-то поучиться, на других посмотреть, себя показать, заручиться связями, поддержками и для того, чтобы вывести в принципе предпринимательство и бизнес России на новый уровень. Это здорово, это классно, что государство поддерживает такие инициативы. И я здесь получаю огромное удовольствие от того, что здесь нахожусь. За пару минут потребитель может найти, где ему лучше помыть машину, пообедать или просто отдохнуть, благодаря площадке, созданной в интернете Игорем Деревянко. Выбрать, где его обслужить дешевле и экономить время и деньги, еще и бонусные баллы заработать. Проект пока в стадии роста, и перспективы у него, по словам специалистов, большие. Если мы участвуем в данном мероприятии, для нас это определенный вызов нашим амбициям, потому что премия «Бизнес-успех» даже по федеральному сибирскому округу, это круто. После обсуждения жюри вынесло вердикт. В номинации «Лучший интернет-проект» побеждает Игорь Носов. Вот они, те эмоции, на которые вы рассчитывали. Эмоции победителя, друзья. Гордость прет, она прет отовсюду, из всех возможных, из ушей, из носа. Ну, действительно, гордость за родной город. Барнаул я не подкачал, я не подвел. Мама, ты меня рожала не зря. Главная прелесть интернет-торговли – то, что в сети можно, не вставая со стула, купить любую понравившуюся вещь. Но сеть мир виртуальный. Там ничего не производят, в отличие от реального мира, где существуют заводы и фабрики, создающие материальные ценности. И в очередной передаче мы поговорим о них, рассказывая о номинации «Лучший производственный проект». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова